Приветствую! Хочу сегодня с вами поговорить на одну важную тему. Это касается выбора пути. Каждый из нас в один прекрасный момент понимает, что просто обычная жизнь в Матрице, а мы живем в Матрице, она не приносит каких-то особых радостей. Все пресно, все бессмысленно. Люди сделаны по одному шаблону, и Матрица на них отдохнула. Но это так. Даже если взять животных, птиц, то они выглядят более красиво. Они, скажем так, более опрятные, более вырезанными смотрятся. Люди же смотрятся не очень умными. Даже если убрать их внешность, то они очень похоже мыслят. И говорят все как один, у них очень похожий разум, мышление. И действительно, через какой-то момент действительно становится очень скучно. Очень скучно со своими собратьями. Я бы сказала по разуму, но не могу, потому что они не являются моими собратьями по разуму. Это однозначно. И в какой-то момент я тоже решила попробовать, как я уже рассказывала вам много раз в своих прошлых видео, пойти по пути Нью-Эйджа. А почему это произошло? Потому что вообще эта история началась гораздо раньше, чем можно было себе предположить. Когда я приходила в эту игру в разных телах, в других жизнях, каждый раз за мной присматривали, мне советовали, что-то рекомендовали. А я всегда была на стороне людей. И говорила, что возможно они не такие падшие, возможно они не такие глупые, возможно они эволюционируют. Я бы хотела как-то сама выяснить это, способны ли люди на это. И каждый раз рядом со мной кто-то был, кто-то меня контролировал, советовал. И я всё время говорила, когда же вы меня уже оставите в покое, я хочу побыть одна, я хочу сама сделать вывод о этой цивилизации, которую создали Анунаки. Анунаки. И вы знаете, изначально из неё ничего хорошего не должно было получиться. И все это знали. Я уже об этом тоже, кстати, рассказывала на одном из каналов эзотерических. Но мне всегда почему-то казалось, вот у меня некий дух бунтарства всегда был, уперства. И я хотела выяснить сама. И вот в этой жизни мне предоставилась такая возможность. Я родилась не в своём древе эволюционном ДНК, родилась в другом древе, родилась в России. До этого я никогда не воплощалась в России. В общем, подальше, подальше от своей истинной сути. Вот. Но в целом у меня были такие мощные ДНК наработки, что я шла всегда по жизни победительницей. У меня всё было. Просто я родилась умной, талантливой, красивой. В общем, у меня всё было обалденно. Плюс с детства дар убеждения, я могла влиять на людей с детства, магическая сила. Я овладела магией ключей Соломона в пятом классе, в пятом классе, в первом классе. Когда, собственно, ко мне в руки попала книга, и неспроста, потому что у меня с Соломоном самая прямая связь. Но сегодня не об этом. И, собственно говоря, я могла вызывать духов, я проводила ритуалы, и вот так получала результат. Очень быстро. Я наводила на людей порчу. И они всегда страдали. Я это делала не потому, что я на них слилась, а потому что все знали, что я занимаюсь магией, что я ведьма. У меня во дворе была даже кличка Шаманка. Я этим не горжусь, я просто рассказываю, что я сделала. Я не хвастаюсь этим. Я пожалела об этом, конечно. Сейчас бы я этого не сделала конкретно для них. Я просто тогда училась. То есть я человек очень сильный. У меня огромная магическая сила. В какой-то момент я добилась всего, чего я хотела. Я все свои галочки, все свои пунктики, которые у меня были, я их закрыла. Я добилась знаменитости в каких-то кругах, да. Я стала лидером. Я нашла свою любовь. У меня было достаточно денег. Мне казалось тогда, что я имею много денег. Сейчас, конечно, мои запросы возросли, естественно. Девочка растет, и запросы тоже растут. На тот момент мне казалось, что я уже просто уперлась головой в небосвод. И подумала, что это все не сделало меня счастливо. Я поняла, материальные штучки неприкольные. Но тогда у меня не было таких амбиций. И я решила попробовать не меньше. В тот момент я решила попробовать пообщаться с какими-то вот такими мелкими сушками. с людьми, у которых ничего нет. У них нет ничего абсолютно. И мне было интересно узнать. На данный момент, скажем так, этих людей уже не осталось в моей жизни. Но тогда, я вам скажу так, у меня никогда не было неудачников в кругу общения. Я общалась всегда с очень, скажем так, подающими надежды для своего возраста, очень успешными людьми, интеллектуально развитыми. Имеющими какой-то статус. Как правило, у меня были даже намного взрослее люди. Так, чтобы вы понимали, в New Age я ударилась 21 год. Вот. То есть до 21 года у меня в жизни был успех. После этого началось мое падение. Началось мое падение и очень болезненно. Вначале я лишилась внешности. Потом я потеряла, скажем так, ориентиры в отношениях. У меня испортились личные отношения. Дальше от меня отвернулись успешные люди. Я окружила себя неудачниками. Дальше у меня испортилось здоровье. Я стала голубым человеком. К этому меня привело взаимодействие зеркальных эмпатических нейронов головного мозга. Благодаря тому, что я общалась с неудачниками. В народе это говорят, если ты общаешься, свита делает короля, да, или скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Нахваталась. Нахваталась, знаете, испила я много боли, много горя. И не знаю даже, до сих пор я сомневаюсь, хорошо ли я поступила. Сейчас я в порыве иногда обиды на себя даже. Ну зачем я столько лет потеряла, да, ну почему мне было не понять? Ведь говорили уважаемые меня люди, что это всё пустое, что это всё не имеет значения. Вы теперь предупреждали. Почему я не слушалась? Мне вот нужно было самой, попробовать самой. Сложно было выбираться. На протяжении двух лет я забирала свою энергию от людей, с которыми я на тот момент общалась, от компании работников света. Я забирала свою энергию, забирала, забирала, забирала. И вот две недели назад я почувствовала, что я забрала, похоже, всю свою энергию назад. Я так обрадовалась, вы себе даже не представляете. Я почувствовала, наконец, себя собой. До этого момента я очень давно не ощущала себя. Мне всё время казалось, что... Ну нельзя сказать, что меня обокрали, да, я сама была виновата. Меня никто туда не тянул, я сама туда пришла. И в то же время я чувствовала себя какой-то, знаете, вот как будто бы меня обворовали. Долгое время я чувствовала некую обиду к себе, к другим. Мне просто было обидно, что я потеряла несколько лет своей жизни, когда могла бы добиваться успеха, высот. Но это был мой опыт. И не то, чтобы я хочу вас отговорить от него, я хочу вас просто предостеречь. В конце концов, много людей, кто идёт за мной. Много людей, кто мне доверяет. Поэтому я всегда хочу вас предостеречь, предостеречь от ошибок. Хотя у каждого свой путь. И вы знаете, пообщавшись с самыми низами общества и в целом с человеческой цивилизацией, вот именно с теми уровнями, с которыми я никогда не общалась, от которых меня всегда, скажем так, защищали, я сделала вывод, важный вывод, из-за которого я пришла в это воплощение. Они не способны на эволюцию. Эти люди, эти существа, которых создали анунаки, не способны на эволюцию. Они неразумны. Я пришла для того, чтобы в этом убедиться, и я в этом убедилась. У меня нет ни единого сомнения. Хотя, почему-то, я всегда была за людей. Мне всегда хотелось как-то, знаете, встать на их защиту. Мне всегда они казались такими несчастными. Но у меня никогда не было возможности в этом убедиться, в том, что они врут. В том, что они действительно не хотят развиваться. Потому что мне всегда казалось, что это не так. Вот если бы я была к ним поближе, прям совсем поближе, то я бы увидела их суть, их душу. Потому что раньше я занимала очень высокие, скажем так, роли в играх. И так близко люди не могли ко мне подойти, и они знали о моем статусе. Поэтому даже если они очень близко подходили, они знали, кто я такая. И они играли, они постоянно играли. В этом воплощении я просто Валерия Валерьевна. Просто девочка Лера, которой никто и звать ее никак. И теперь им абсолютно не важно, как они себя ведут со мной. Они не пытаются передо мной как-то выпендриться, как-то себя показать. Они просто ведут себя так, как они могут вести. И я наконец-то узрела, узрела их истинную суть. Суть эта была ужасна. Она меня испугала. Я была просто поражена. В какой-то момент эти люди набросились на меня, как термиты. И начали со всех сторон кусать, грызть. Пытаться съесть мою энергию. Пытаться съесть меня заживо. Я поняла, что это абсолютно неосознанные существа, которые просто хотят одного, своего пропитания. Им абсолютно наплевать на все законы. У них нет чувств, у них нет интуиции. Они просто хотят кушать. Это как стайка голодных бесов, которые просто хотят плоти и крови. Как-то раз я видела одно видео с какого-то обряда православного, где поп брал какую-то гнилую пятку, поливал его водой под видом этих, как они называются, святых мощей. А потом люди, как бешеные какие-то шакалы, бросались в эту воду с ведрами, начинали ими громыхать. И набирать себе воду, в которой омывали вот этот кусок гнилой пятки. Это было ужасно. И знаете, я когда увидела эту картину, мне это напомнило, как на меня набрасывались вот эти люди. Они пытались себе урвать кусочек моего света. И я поняла, почему столько времени, столько жизней меня защищали от них. Я поняла, насколько я была глупа. Насколько я была глупа. Я так сожалею. Я так сожалею о том, что я была на стороне людей. Вы себе не представляете. Мое раскаяние может быть просто бесконечным. Я раскаиваюсь в этом. Я никогда больше не встану на сторону людей. Они не способны к эволюции. Это невозможно. Как говорится, Горбатого могила исправят. И это действительно так. Сейчас я с точностью могу сказать, что все эзотерические учения, направленные на смешение людей в энергии и уравнивание их потенциала между собой, это вредительские направления. Как правило, человек лишается всего. Внешности, ресурсов, здоровья, адекватности. Он просто падает вниз. Вы видели вообще, в принципе, что из себя представляют эти учителя? Эзотерические учителя, которые всему этому обучают. Как правило, если туда попадает нормальный ровный человек, он всего лишается и скатывается вниз, и часто болеет чем-то, умирает потом рано. Если обратить внимание на основной костяк, на основную массовку, то зачастую это кривокосые люди, это люди, абсолютно не имеющие ничего, грубо говоря. Чаще всего такие люди являются никем. Вот как можно определить потенциал человека? Очень просто. Это, конечно же, интеллект, возможность себя реализовать в материальном аспекте, в материальном мире, физическом, грубом. Это здоровое тело. Здоровое. Если мы говорим о человеке в очках или человеке с лишним весом, это уже нездоровое тело. Это здоровая психика, невозмутимость. Это рациональное, адекватное мышление. Когда человек видит всё, как оно есть, без какой-то призмы налёта в систему, без каких-то там, я не знаю, заморочек религиозных, эзотерических. То есть это некая квитэссенция пройденного пути в параллельных жизнях. Это некие наработки, от которых, собственно говоря, человек не в состоянии избавиться. Оно как бы есть. Оно либо есть, либо нет. Это некая стати, с которой человек рождается. Так вот, у таких людей такой стати, как правило, нет. Как правило, то, что они много из себя мнят, это, я думаю, понятно. Они говорят о себе часто очень много всего, что им не соответствует. Они себе приписывают такие статусы, которые никак не соответствуют тому, чего они достигли. Например, человек сидит в каких-то, в какой-нибудь опустом помещении, да, с бетонными стенами, и рассказывает о том, что он масон, о том, что он работает спецслужбами, с правительством, занимается алхимией. Привет, Алиса из Барнаула, праноедка в кавычках и так далее. Там Анастасия Зелевича еще есть, у них какой-то йог, Абар или Асар, я не помню, их продюсируют. Еще девочка на кокосовой воде сидит три месяца с лишним весом. Мне предлагали как-то раз ее пиарить за деньги. То есть вот эта компания эзотериков, эта компания New Age, они там вам расскажут, как они по три раза отращивали зубы, как они одна там рак легких излечила, другая рак желудка, третья там еще чего-то, все они и раком переболели. Вы понимаете вообще уровень себя? Представляете себе уровень таких людей? Даже на какие темы нужно брать вообще? Даже на сколько нужно любить деньги, себя не уважать? Консультация на минуточку таких вот чудо-эзотериков стоит где-то примерно порядка тысячи долларов. Никакой материальной конгруентности с тем, что человек о себе рассказывает и с тем, что мы можем посмотреть, если бы действительно была какая-то работа с правительством, даже смешно, со спецслужбами, если бы человек был масоном, там наверняка были бы куча фотографий, да, хотя бы какие-то, какие-то видеофотографии, отрезочки с заданий, да, каких-то, со встреч в какой-то соответствующей атмосфере, конгруентной, да, для такого великого человека, для пранаеда, который, извините, знаете, что такое пранаедение? Это не только когда человек не ест, а когда человек еще и, скажем так, если он может не есть, вы представляете себе, на что он способен? Он способен и телепортироваться, и заниматься телекинезом, и пирокинезом, и левитировать, и так далее. Вот человек с такими способностями, вы представляете вообще, какой у него должен быть открытый канал изобилия, с деньгами проблем быть не должно. И такие люди, поверьте, уже не занимаются обучением других людей, не дают семинары, это им просто не надо. Я далеко еще не на таком уровне, хотя, ну, вы знаете обо всех моих достижениях, но, по крайней мере, даже дойдя до того уровня, на котором нахожусь я, я семинары уже не веду в реальности. Я перестала контактировать с людьми несколько лет назад. Я убрала скайп-консультации, у меня сейчас только голосовые сообщения. Не потому, что я такая высокомерная, а потому, что я не хочу смешивать свои энергии, и я знаю, кто я такая, и я знаю, как мне нужно общаться с людьми. Мне не нужно уже сейчас личного контакта. Это может быть для меня даже опасно. Не потому, что я такая слабая, а потому, что энергия людей очень низкая, очень грязная. И если я начинаю контактировать с такими людьми, мне потом приходится очень долго чиститься. Хотя я сама по себе сыроед, веган, много лет, очень много лет уже. И, ну, понятно, что не пью, не курю очень много лет. Как бы состою в нескольких стальных орденах. Сотрудничаю с операторами сознания. И это всё правда. Это всё правда. И я думаю, вы прекрасно понимаете, да, по мне, по моему уровню, под тем апартаментом, где я обычно нахожусь, чего я достигла. Я не сижу в каком-то сарае. Я не сижу в каком-то, там, я не знаю, в какой-то деревушке. Я путешествую по миру. Я общаюсь с людьми. Я выставляю фотографии с различных встреч. И это всё прекрасно материально подтверждается. Я вам как раз об этом говорю. Люди, которые про себя слишком много рассказывают, у них язычок очень длинный. Они не могут ничего подтвердить о себе, ничего доказать. Это всё только их сказки. И вот так, пообщавшись с подобными людьми, которые постоянно используют в своих целях, не поверьте, для них самое главное – это просто деньги. Они могут врать вам на любую тему. Им абсолютно наплевать, как врать. И чем больше лжи, тем больше люди почему-то верят. Вот любят чудеса люди. И меня использовали вот такие работнички света. Мне не стыдно это признать. Я их пиарила, таскала с собой по передачам. Благодаря мне они там провели несколько семинаров в своей жизни. Сейчас я этим не занимаюсь. И вышла из компании эзотериков. Хотя, по большому счёту, что такое эзотерика? Это просто общее понятие различных мистических и оккультных направлений. Но если мы говорим о типичной эзотерике, которую сейчас подразумевают у нас в нашем новом поколении, то это зачастую движения различные, около-неуэдж движения. Из этого всего я вышла. И как только я стала писать, что я занимаюсь метафизикой, переименовала свою школу в метафизическую школу, моментально сразу появилось очень много метафизиков. В Инстаграме, в Ютубе моя информация уже разошлась по всему интернету. По поводу моих курсов, режимов квантового зрения и так далее. Это всё, что даёт мне оператор. Это многим людям помогло. Многие люди развились благодаря этим практикам. К чему я это вам всё рассказывала? К тому, чтобы вы перестали просто смотреть и верить во всё, что вам говорят. Ориентируйтесь на себя. Что я могу вам сейчас сказать на основе пройденного мной опыта? Никогда не мешайтесь. Если у человека проблемы, он их заслужил. Не нужно думать, что что-то здесь есть случайное. Дорогие мои, ничего случайно не бывает. Если человек, я извиняюсь за выражение, сидит в лохмоциях, где-то на драном диване у деревни, это значит, что он это заслужил. Поверьте. Так оно и есть. Вот. Побольше высокомерия. Я родилась высокомерной. Потому что этому соответствовал мой статус. Я чувствовала всегда, кто я такая. И зря я опустилась на этот уровень, но всё-таки я что-то поняла в нём. Я поняла, что моя семья, моя истинная ДНК-семья Рекс Деус всегда была права. Всегда они были правы насчёт людей. Абсолютно всегда. Не нужно было мне никогда остановиться на их сторону. Я сделала много выводов из этой игры. Я была неправа. Я была неправа, и я это признаю. Я хочу сейчас вернуться назад. Вернуться на свой уровень, откуда я сюда пришла. Пример, наверное, сейчас самое главное. Абсолютно поверженная. Склонив голову, я вернусь назад, чтобы меня обратно просто забрали отсюда. Я зря сюда пришла. Просто зря. Поэтому, если вам хочется кого-то пожалеть, если кто-то вам давит на жалость, знайте, зачастую это не позволяете людям собой манипулировать. Все бедненькие, несчастненькие, добрые – это самое худшее зло, которое только может быть, поверьте. А те, кто кажутся вам негодяями, жёсткими, это чистые люди. На самом деле чистые. Просто они не прячутся под масками у жильцов. Они говорят всё, как есть. Истина. И сейчас такой являюсь я. Каждый день я читаю на Ютубе очень много негативных отзывов, очень много мерзостей, грязи, а вот таких одноклеточных, которых я до этого времени защищала. Так вот, теперь я их не защищаю. Я согласна со своей семьёй сделать с ними всё, чего они достойны, всё, чего они заслуживают. Люди очень недовольны, когда боги, создавшие их, поняли, что этот эксперимент был неудачным и уничтожили их. Люди этим очень недовольны. Как это так? Вы же нас создали. Но вы же... Поэтому вас и уничтожили. Нужно всегда стараться. В моих учениках есть очень много людей, кто реально добивается очень больших результатов, очень быстрых высот, и я поистине наслаждаюсь. Вот я никогда не получала такого наслаждения, как от радости моих учеников, когда они достигают высоких результатов. И также я расстраиваюсь, когда ко мне приходит какой-то тунеядец, ничего не хочет делать и говорит, что мои практики не работают. То есть есть люди, которые способны к эволюции, но это не совсем люди. А мне было интересно узнать именно люди, которых именно создали вот так вот через пробирку. Способны ли они на эволюцию? Не способны. Здесь есть 5% игроков, как я уже говорила. Игроков, которые не являются людьми, но они об этом не знают. Так вот они способны на эволюцию. Люди не способны. Ни одного я не нашла человека в этой жизни, кто был бы способен к эволюции. А тот, кто способен, это не совсем люди. Это игроки. Поэтому свой, скажем так, ответ на самый главный вопрос, ради которого я пришла, я получила. Теперь, в общем-то, можно сказать, мне здесь делать нечего, кроме того, как возвращаться. Я уже много раз говорила, что я хочу прекратить свою деятельность в интернете, когда я вернусь наконец-то в своё место или буду близка к этому. Я пообещала, что я не брошу своих учеников. Я ставлю группу из самых осознанных, самых, скажем так, подающих надежды людей и продолжу с ними работать. Потому что на самом деле я это делаю, потому что мне безумно нравится на самом деле работа с человеческим сознанием. Работа с человеческим сознанием – это один из самых интересных для меня модулей. Поэтому это я хочу продолжать. Но опять же таки могу сказать, что этот опыт, за которым я пришла, я уже в полной мере получила. И теперь только хочется вернуть то, что я утеряла, пока пыталась узнать некоторые вещи, о которых мне уже рассказывали. Мне рассказывали об этом раньше. Но я не верила. Не верила самым близким для меня существам. Я не верила в своей ДНК-семьи. Так мне хотелось, чтобы этот эксперимент, чтобы он оправдал свои ожидания. Но он не оправдал. Это стоит признать. Иногда, когда ты работаешь над чем-то, так не хочется это признать. Сколько мне приходилось удалять видео. А я ведь это просто видео. Сколько мне их приходилось удалять из-за того, что они оказались не так удачны, как мне хотелось. А тут, представляете себе, целую цивилизацию выводить. И она не оправдала надежд. Конечно, не всем захочется так вот просто взять и все стереть. И заменить один вид на другой. Но не нужно никогда пропитываться какой-то любовью, каким-то состраданием или пониманием к существам, которые не имеют сознания. Я думаю, что это ни к чему. Что это себе во вред? Поэтому я рекомендую вам всегда смотреть на то, что происходит открытыми глазами. Не давать другим людям вводить в себя заблуждение. чтобы они могли как-то повлиять на ваше мнение из-за того, что они строят из себя бедненьких и несчастненьких. Как я уже говорила, не существует бедных и несчастных просто так. Каждый страдает по мере того, что он заслужил. Хорошего всем дня!